Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы читаем и комментируем третью главу книги пророка Амоса. Книга пророка Амоса есть такое довольно многословное, содержательное обвинение, которое обращено Богом через своего пророка Амоса своему народу. Во-первых, это народ Северного Царства, это Израиль, во-вторых, это Иуда, Иудея тоже. И хоть книга пророка Амоса начинается с того, что Бог бросает обвинения и в отношении окружающих народов, обидчиков евреев, это Аммон, это Муав, это Тир, это города филистимские и так далее, Дамаск, не забудем об этом городе. Но все-таки главная претензия, главный иск обращен именно по отношению к своему народу. И в этом отношении проявляется очень важная истина, кем является Бог для Израиля. Он является одновременно и своим Богом, нашим Богом, Богом, который и создал народ еврейский. Он вывел его сначала из Междуречия, это был только один человек, это была одна семья, Авраам и Царра. Потом были события исхода, когда они обрели самосознание, обрели какую-то историю спасения, которая оказалась в фундаменте, в основании всего существования этого народа. И вот этот Бог является Богом именно, скажем так, скажем грубо, это еврейский Бог, это израильский Бог. И мы все до сегодняшнего дня верим в еврейского израильского Бога и в еврейского израильского мессию, замечу я. Но при всем при этом Бог оказывается Богом всего мироздания, и его оценка лишена любого лицеприятия. Никаких любимчиков, никаких своих детишек, которых он балует, которых он прощает за все, у него нет. Драма в том, что Бог дал все Израилю, но он с него и спросит гораздо больше, чем он спрашивает с окружающих народов. Итак, читаем голова третья. Это есть описание того обвинения, которое выдвигает Бог против народа израильского. Итак, слушайте это слово. Господь изрек его о вас, израильтяне, обо всем племени, которое я вывел из Египта, изо всех племен земли, только вас я избрал, поэтому я защищу вас за все ваши грехи. Вот видите, почему Бог избрал это племя? Не сказано, что они были особенно достойны, особенно какие-то даровитые, или там красивые, или выдающиеся. Ничего этого нет. Да, даже наоборот, такие есть мысли, что вы хуже всех, поэтому Бог вас избрал. Тут нет и такого. Тут сказано о том, что избрание Бога есть акт свободного чувства, чувства любви, чувства дружбы. И я вас избрал, а что дальше? А потом идея избравности подвергается радикальному переосмыслению. Я вас избрал, поэтому с вас и взыщу. Не в смысле, как многие думают и думали, я вас избрал, и я вам все прощу. Нет. Тут Амос и все пророки не любят никого не утешать, не радовать, не вдохновлять. Нет их слова. Это слово обличение, горькое и тяжкое для восприятия, очень необычное слово, предрекающее бедствие и невзгоды. Разве двое отправятся в путь, пока друг с другом не встретятся? Вот начинается такая серия образов. Да, вот двое встретились, Бог и Израиль, и вот начинается их странствование. Разве лев в лесу зарычит, если нет перед ним добычи? Разве слышен рык льва из логова, если он никого не поймал? Разве птица в селок попадется, если приманки там нет? Разве селок взлетает, если не бьется в нем птица? Трубят ли тревогу в городе, если людям бояться нечего? Придет ли в город беда, если Господь не пошлет ее? Ну, такая вот серия образов, такая серия таких некоторых сравнений, метафор. Значит, смысл такой. Разве будет говорить пророк что-то плохое вам, если проблемы нет? Вот так можно понять. Или по-другому. Разве Бог накажет вас, если наказывать не за что? Такое невозможно. Да, если Бог наказывает, то есть правонарушение, есть отступление от каких-то идеалов, божьих законов. Владыка Господь ничего не совершает, не открыв своих планов пред рабами своими, пророками. Лев зарычит, кто тут не вздрогнет? Владыка Господь заговорит, кто не станет пророчествовать? Вот, сравнивается высказывание Бога с рыком льва. Вот, ну, мы-то с вами льва только видим в основном по телевизору, и даже в зоопарках они довольно такие жалкие и хутощие, какие-то унылые, скучные, и вовсе даже не рычат. Вот, а другое дело в древнем Израиле. Вот начинается ночь, закрываются на засов двери, и выходит на, начинается время хищников. Не дай Бог оказаться, ночевать в поле, там или в лесу, или в роще. Это очень опасная вещь, потому что выходит из своих логовищ. Хищники, львы, тигры, пантеры, медведицы, и начинают искать себе пищу. Да, и, конечно же, нередко спящий тревожным сном пастух, либо даже вот в семействе спящие домочадцы слышали раздающиеся рядом, словно гром, грозная, обещающая нехорошую историю, рык льва или тигра. Так вот, с этим похож и Бог. Но беда в том, что от льва спасет тебя твое жилище, и твоя дверь, твои застов, таких спасений от Бога не найдется. Объявите в стенах Аждода, в городах Египта, скажите, на холмы Самарии взойдите, поглядите, что здесь творится, сплошное безумие и гнет. Очень сильное обвинение. Даже люди, чуждые закона Божьего, чуждые завета с ним, не знавшие ни пророков, ни Моисея, ни судей, даже они изумятся, удивлятся вашему поведению. Вот как вам не стыдно, так можно сказать, иначе прокомментировав смысл девятого стиха. Жить честно они не умеют. Говорит Господь, богатство и городов один разбой да грабеж. Ну вот, такое обвинение. Ваша социальная какая-то структура, система основана на сверхэксплуатации. Вы постоянно из кого-то сосете кровь, соки жизни. И эти кто-то являются ваши единоплеменники, евреи же. Как вам не стыдно о израильские города и укрепленные крепости. Поэтому так говорит владыка Господь. Враг окружит стену, спей, собьет с тебя Самария, и мощь твою сокрушит. Города твои будут разграблены. Так говорит Господь. Порой приносит пастух пару коленей или кусок уха, все, что осталось от растерзанного львом животного. Вот так и от израильтян жители Самарии останутся боковина до ножка кровати. Жутчайший, друзья, образ. Да, пастух потерял овечку или тельца, теленка, ищет искать и находит вместо тельца теленка либо овечки вот лишь ухо, либо и пара костей, голени, которых хищник не разгрыз. Так вот, уже само будет с тобой и Израиль, и Самария, это столица израильская, город Шимране, Самария, от вас останутся лишь боковина до ножка кровати. Враг, хищник все слопает, все уничтожит. Слушайте и предупредите дом Иакова, говорит владыка Господь, Бог воинств. Когда придет дом для Израиля час расплаты за преступление, то не уйдут от расплаты жертвенники Бет-Эля. Их рога текут и на землю бросят. И зимние, летние дворцы я разрушу, дворцы с убранством и с луновой кости, рухнут большие дворцы, говорит Господь. Ну, дворцы им понятно, да, дворцы вас не спасут, крепости не будут вашими надежными защитниками, а сирийцы, а косвенно Бог сильнее всего этого. А вот с жертвенниками Бет-Эля хочется поподробнее об этом поговорить, потому что указана очень любопытная такая деталь. Рога отсекут у жертвенников и на землю бросят. И это, друзья, подтверждается археологией. Находят эти жертвенники, они были, впрочем, и на юге тоже, эти жертвенники, такие настоящие столы, каменные столы, на которые клалось подношение Богу. Бог понимался по-разному, Яхва, Яхва-Ваал, или какой-то локальный Яхва. И действительно, очень часто эти жертвенники, их эволюция проходила ряд стадий. На первой стадии самый древний такой слой сопровождали эти жертвенники рога. Рога, потому что сам Бог Яхва, он сравнивался с тельцом, с быком. Нас это шокирует наблюдение, но археологи нам это все на это указывают. Израильтяне, евреи имели такие, именно так украшенные жертвенники. Но после первого какого-то шока и удивления, давайте просуждаем, но почему все-таки в конце концов именно бык, именно вол, телец оказался тот, с кем поначалу в древности или даже в дальнейшем очень хотелось сравнить Бога Израилева. Ну вот, например, значит, а почему, допустим, не лев, почему не орел, почему не сфинкс, почему, там, не тигр, почему не медведь, почему телец? А потому, потому что телец это есть не хищник, телец никого не убивает, чтобы жить, и он может жить очень такой праведной жизнью, никого в своей жизни не убив. При всем при этом у телца есть оружие, есть орудие, у него есть рога, и многие израильтяне видели, как разъяренный телец разбрасывает какой-то прайд львов, либо других хищников, защищая свое стадо. Так вот, бог израилев есть телец по отношению к своему стаду, и он нас спасет от прочих врагов. Дальше телец это есть в нормальном своем состоянии мирное животное, помощник человека, помогает человеку в его трудах, в его заботах, спутник человека, трудящегося во всех его невзгодах и неприятностях. Вот, поэтому телец был номер один из всех животных, с которыми хотелось сравнить израильтянам своего бога. Но, впрочем, конечно же, все эти попытки сравнить Израиля с валом, с быком, вызывали неприятие у пророков. Ну, и понятно, почему. Потому, что бог это не бык, и бык это не бог. Даже такие, какие-то возвышенные сопоставления, они не были, по мнению пророков, уместные, закономерные. Недопустимо ни с каким животным сравнивать, и тем более изображать бога Израилева невозможно. Грех, преступление. И поэтому очень, какое-то время, довольно раннее время, начали эти рога спиливаться, уничтожаться. То есть, мы находим, находят археологи жертвенник, и у него спиленные рога. Вот там они раньше были, но их не осталось. После этого очень часто жертвенники со спиленными рогами захоранивались, были заброшены, были брошены эти святилища, и единственным закономерным, легитимным центром, где можно было принести богу жертву, оказывался храм города Иерусалима. И вот книга пророка Амоса подтверждается находками современной библейской археологии. Дорогие друзья, глава третья прокомментирована, спасибо за внимание. Портал exog.ru наш помощник в наших начинаниях. Всего хорошего, из Петербурга, не болейте.